Привет всем! Сегодня мы едем в Мюнхен, который является крупнейшим городом Баварии и третьим повеличением Германии после Берлина и Гамбурга. В Мюнхене останавливаемся в отеле НХ Мюнхен Ост 4 звезды, занимаем двухкомнатный номер. Приятным бонусом в номере для нас является капсульная кафеварка, есть так же чайник, микроволновка и мини-холодильник. Все это удовольствие обошлось нам 80 евро за сутки. Завтрак ценят. Не собираемся долго рассиживаться в номере. Идем осматривать город. Так как для въезда автомобилем в центр Мюнхена нужна специальная экологическая наклейка, которой у нас нет, добираемся к городской электричке. Взрослый билет до станции Маринплац стоит 3,30, детский евро 20. Взрослый билет до станции Маринплац. Для передвижения по Мюнхену помним, что станции метро обозначены литрой У. Буква С свидетельствует о наличии остановки городской электрички. Цифры обозначают номера ветра. Входим на Маринплац и нас сразу же своим величием оглушает здание новой ратуши. Новая ратуша строилась в течение периода с 1867 по 1908 год. Огромный фасад здания длиной около 100 метров украшен фигурами дворских герцогов, королей, легендарных персонажей и святых. Высота главной башни составляет 85 метров. На шпиле башни находится фигурка мюнхенского младенца, жилого монаха Мюнхнера Кингла, в честь которого и назван Мюнхен. В основании главной башни есть фобла внутренний дворик новой ратуши. Посмотрим, что там. Не удивлен, естественно здесь пивная, которых в центре Мюнхена превеликое множество. А сейчас полюбуемся рыбным фонтаном, который правда был воссоздан в 1954 году с использованием частей старого фонтана, который был разрушен во время Второй мировой войны. Менчает фонтан большая бронзовая рыба, которая напоминает о тех временах, когда на площади был рынок и рыботорговцы опускали садки живой рыбы прямо в чашу фонтана. Посредине площади возвышается колонна Марии, возведенная в 1638 году. В основании колонны мы видим скульптуры ангелочков, которые борются с четырьмя несчастьями этих времен – бойной, ересью, голодом и чумой. В 11 часов начинается главное представление марин плаца. Часы-куранты, установленные на башне, начинают разыгрывать 15-минутную сценку из городской жизни. Главными персонажами являются Георгий Олимпиатый и его жена Рената Лотаринская, которые открывают рыцарский турнир, проходивший на площади в 1568 году в честь их свадьбы. По сигналу герцога рыцари мчатся друг на друга и рыцарь с баварским щитом выбивает из седла лотаринского рыцаря. Вслед за турниром дирижер с махом палочки открывает на нижней части курантов танец в бондаре в ярко-красных куртках, которые празднуют отступление чумы в 1517 году. Кроме классического представления, туристы и жители города на площади могут ежедневно наблюдать за выступлениями уличных артистов. А сейчас мы видим здание старой ратуши, фасад которой украшен гербургом. Мюнхена. Возле старой ратуши ждет своего Ромео статуя Джульетты, подаренная Мюнхену, естественно, городом-побратимом Вероном. Существует поверь, если потереть правую грудь скульптуры Джульетты, то человек будет счастлив в любви. Ну что ж, как говорится, доверяй, но проверяй. Обеспечив себе практически вечную любовь, пытаемся красиво уйти с Марин Плац. НО! НО! На сегодня все, но продолжение нашей экскурсии по Мюнхену следует.